Четвертый день кинофестиваля и по традиции он начинается с пресс-конференции. Продюсеры, режиссеры, артисты, журналисты обсуждают, как сделать нашу жизнь лучше. Ведь кино – это отражение действительности. И темы, которые предлагают сценаристы на этом кинотавре, достаточно волнующие и, увы, реалистичные. Практически все картины основаны на реальных событиях. А реальность такова – дочь готова идти на убийство матери в результате несправедливого к ней отношения. И собственная мать становится катализатором всего чудовищного. Сейчас ты берешь, отрываешь от меня кусок. Ну кто? Кто дал тебе право распоряжаться чужой жизнью? Обиды порождают коварные планы. В последний момент дочь решает не идти на преступление, но запущенный маховик разрушения уже не остановить. Погибает брат, у которого остается ребенок. И как с этой виной в смерти близкого человека, но уже с какими-то доставшимися ей материальными благами жить дальше героиня, которая к тому же еще и ждет своего ребенка. Я считаю, что она сломала свою жизнь, жизнь своего мужа, будущего ребенка Сони. Мама вряд ли переживет с таким здоровьем. Это смерть любимого сына. То есть это не джекпот. Продюсер фильма «Пусть будет Лиза» отметил в сущности фильм про Бога. Про расплату за собственные грехи, про то, что даже в хорошем человеке может поселиться монстр. Хотя только в одной сцене зритель видит храм, мимо которого и проходит героиня. Это вот сделано намеренно, чтобы поселить зрителю вот эту надежду какую-то минимальную на то, что все-таки она там пойдет, может быть, раскается или там постоит перед иконой. Мы сделали специально так, что она проходит мимо храма. Обида, но уже сына на отца в другой киноленте представлены в основном конкурсе. Это фильм «Временные трудности». Главной роли Ивана Хлобыстин. На пресс-конференции представители СМИ полностью раскритиковали киноленту за жестокое отношение к мальчику-инвалиду. Журналисты опасаются, как бы кинофильм не стал для родителей призывом к действию. С этого дня ты будешь как все. Знаешь, я в жизни видела только один раз настоящую любовь. От меня не убежишь. Ты даже не представляешь, как мне было сложно. Я ему легко. Режиссер Михаил Расходников пытался обратить внимание общества на проблему детской инвалидности. Все остальное он назвал художественным образом. СМИ не согласились и пообещали написать разгромные рецензии на фильм. А зритель скажет чуть позже свое слово. Продюсер обещает запустить ленту в массовый прокат. Но то, что к российскому кино сейчас, в отличие от 90-х годов, большее внимание, говорят не пустующие залы. Даже на просмотре конкурса «Короткий метр», где свои кинематографические работы представляют начинающие режиссеры. Сегодня аккредитованные участники кинотавра увидят фильмы «Ван Гоги» с Алексеем Серебряковым, «Два билета домой» режиссера Дмитрия Месхиева, а на площади под открытым небом одна из громких отечественных премьер фильм «Лед». Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.